Термоядерный приветик, у нас 20 какая-то серия рубрики смотр обучающих игр жанра печатников, тренажеров, клавиатуры и сегодня игрушка-гонка Nitro Type Race, не путать с Nitro Typing Racing, это Nitro Type Race, несколько другая. Видим здесь на главном экране микроавтобусик, похожий на микроавтобус April из мультика Ниндзи Черепашки, кому он похож, тоже поставьте лайк вверх. Если опустить страничку нижнюю, то можно увидеть, как играется в эту игру, в чем особенности, все это почитать, хорошо, что разъяснено, но слишком много текста. Кнопочками 1, 2, 3 выбирается сложность или просто можно нажать случайная сложность на экране. 1 это легкая, 2 это средняя, 3 это тяжелая. Сложности отличаются количеством появляющихся противников и необходимым количеством очков, которые нужно набрать, то есть наубивать количество противников какое-то. Чем более высокая сложность, тем больше нужно убить противников, чтобы пройти. Больше никаких отличий нету для игрушки. Как вы видите, немножко обрезан номер серии, нету бегущей строки и герба, потому что я обрезал видео так, чтобы больше увеличить именно размер самого экрана игрушки. И отлично можно было бы видеть игровой процесс получше. Поэтому вот так вот получилось. В любом бы случае не получилось бы вырезать все буквы, потому что даже если бы я уменьшил экран на максимум, а номер там бы еще все равно попадал бы в экран. А я показал вот так, чтобы было видно еще окружающую среду немножко, для того, чтобы понимать, что флеш-экрана в браузере открывается и запускается. Вон, собственно, статистика была, в чем смысл здесь появляются машинки, и мы должны печатать их слова, которые над ними написаны. Пит, конфесс, памп, презерв и прочее, прочее. Причем самое интересное, что машинки как бы едут рядом, вроде у них есть пушки, но они не стреляют. Я попробовал пройти уровень, чисто вообще ничего не делая, и это, конечно, приведет к поражению. Потому что здесь прохождение уровня зависит от количества набитых очков, количества уничтоженных врагов. И каждая сложность требует больше очков, чтобы пройти на этой сложности, соответственно, уровень. В остальном все весьма типично. То есть мы едем, со всех сторон появляются вот такие серые машинки с пулеметами, которые смотрят на нас, но они не стреляют, а стреляем только мы. Мне кажется, вроде там и должно было быть стрелять, но что-то не доработали, не доделали эту игрушку. Проиграл ноль слов в минуту, скорость медленная, сколько-то точность там было. Так и так. Так, несмотря на свою простоту и явные недостатки, то есть уровень фактически вот этот будет повторяться, только, по-моему, чуть-чуть сложнее, чуть-чуть сложнее, чуть-чуть сложнее. Ничего там, новых уровней, каких-то новых противников нету. Нету какой-то таблицы рекордов или кампаний, которые бы пройти. Но, тем не менее, в эту игрушку весело поиграть. Она доставляет удовольствие, по крайней мере, мужской аудитории точно. Девушкам, скорее всего, нет, но мужчинам, да. А тем, кто еще и смотрел Ниндзи Черепашки, то даже вдвойне. Не хватает только появления мордочек этих самых Ниндзи Черепашек. И вообще бы было бы круто. Вот, я думал, что победа зависит от того, находятся ли впереди нашего фургона машинки. Но, на самом деле, оказалось, нет, что просто нужно собрать нишиночки. Вот, я проиграл. 27 слов в минуту, 85% точность печати и 4 ошибки было сделано. И на высокой сложности это не проходной бланкл. А если поставить, например, легкую сложность, это уже проходной балл. Вот, когда 27 слов напечатано. Статистика здесь, ну, нормальная. Конечно, можно было бы там показывать прогресс. Можно было бы показывать, где самые большие затупы и ошибки. Или где конкретно ошибки совершенны. Но, тем не менее, здесь указана скорость слов в минуту. Снова-таки, а какая длина слов? Вот у нас есть здесь слово на 5 букв. И есть на сколько? На 6-7, на 8 букв. Это же разная скорость будет. А вообще на 3, да? На 3 еще быстрее получается скорость печати. Поэтому такой вопрос. Я, как всегда, стою за то, чтобы скорость печати определять в знаках в минуту. Это более точный критерий, чем какие-то вот эти слова в минуту. Но большинство используют вот какой-то такой дебильный критерий, который слишком-слишком вариативен. Вот 31 слово в минуту. В принципе, это и есть моя скорость печати на английском языке. Да, в принципе, на русском точно так же. Там где-то 35, что-то до 39 слов в минуту доходило на английский, на русском языке. Я не понимаю, как быстрее печатать. Но у меня вот такая скорость. Это если я еще и буду быстро, то больше опечаток получается. А когда чуть-чуть спокойнее, то опечаток меньше. Но есть же чуваки, которые пишут под 120 слов в минуту. Вы представляете? 120 слов в минуту. А стандартная скорость машинописи это 45 слов в минуту. У меня еще нету даже стандартной скорости машинописи. Хотя сколько я уже научился слепому методу печати? Ну, в принципе, месяца два назад, да? И активно его использую. Но, но, пока ничего не дало результата. Как-то вот так вот. Что еще можно сказать? Ну, пока что больше ничего, в принципе, и не скажешь. Давай перейдем к оценке этой игрушки. Кому она подойдет, кому нет. Вот перед этим я, конечно, скажу. Если вам известны какие-то обучающие игры, кидайте ссылочку или пишите их название. Мне полезно и интересно посмотреть. Я буду их пробовать, когда получится. Потому что обучающих, оказывается, действительно много. Если их собирать все вместе. И, скажем, на два года план у меня уже забит. Поэтому посмотрю, как будет это все выстроено, сделано. Вот смотри. Одних только печатников уже знаю около 40 штук. Вы представляете? 40 штук только жанра тайпер, печатников, игрушек. И среди них есть реально классные, которые прям очень увлекают. Причем, как полноценные игрушки, так и многие считают флеш-игрушки не совсем полноценными. Но есть такие флеш-игрушки, которые заткнут за пояс такие полноценные игрушки, которые продаются в Steam. И при этом они бесплатные и намного интереснее. Вот так вот. Посмотрите на канале другие рубрики, смотры, обзоры обучающих игр, как жанра печатников. Может подберете что-то себе интересное. Так и по изучению иностранных языков, по изучению языков программирования. Также есть по сборке-разборке вооружения, некоторые инженерные игрушки, физика. Много всего интересного. Посмотрите, оценивайте. Ну и советуйте кому-то из знакомых, кому увлекает такая тематика. Или посчитайте, что полезной будет. А, наверное, всем вообще советуйте. Значит, кому эта игрушка подойдет? Конечно же, это мужская аудитория, подростковая, которые изучают английский язык или знают уже английский язык, хотя бы на уровне А2-Б1. Потому что тут достаточно много слов сложных. Часть слов я даже не знал. Вот. Часто такое в последнее время появляется, что появляется что слова на английском языке, что слова на русском языке, которых я просто не знаю. Вот, допустим, я проходил эписторий, и там половина слов мне неизвестна была, хотя я на русском проходил, и, соответственно, понял, что я не знаю русского языка. Вот так вот. Здесь тоже такие слова попадаются достаточно сложные, поэтому все-таки подростковый возраст и старший для мужской аудитории, которые знают английский язык. Теперь у меня традиция осмотров начинается с негативов, с минусов игрушек и переходит к позитивным сторонам. Давайте начнем с стандартных классики негатив. Какие же здесь есть негативные стороны? Первый, это, конечно, классический, что она, на ней нету на экранной клавиатуры. А если нет на экранной клавиатуры, то, соответственно, нету обучения слепому методу печати. Можно только усовершенствовать то, которым вы владеете. Там однопальцевый, двупальцевый метод печати, значительно более медленный. И смотря на клавиатуру вниз. Вот когда я проходил, я смотрел на клавиатуру вниз. Потому что я еще не владею слепым методом печати английского языка. Русского уже умею, а английского еще нет. Вот как. Поэтому неудобно в этом плане... То, что если бы была на экранной клавиатура, уже можно было бы учиться. Я так и не нашел нормальных, именно учебных игрушек для английского языка, которые бы давали хорошую на экранную клавиатуру. Пока наша отечественная разработка, советская игрушка Baby Type, вне конкуренции, просто выше всех, там и много язычий, и возможность переключить там французский, даже иврит запустить. Вот русский, конечно же, тоже есть. И учиться, учиться, учиться. А немецкий. Поэтому клево. И я все равно рекомендую пока Baby Type. Следующий недостаток, это то, что она нету полноэкранного режима. Многие скажут, что это флеш-игра, и не должно быть. Но есть флеш-игры, у которых полноэкранный режим. Они разворачиваются и смотрятся как полноценные игрушки. Здесь этого нету. И это, конечно же, минус. Потому что было бы удобнее. Также к минусам стоит отметить то, что здесь нет одиночной кампании. То есть ее нельзя пройти. Там нету никаких, скажем, даже тех же десяти уровней. Оно будет бесконечно, просто несколько изменяться. Количество врагов, скорость движения и сколько очков нужно набрать для прохождения. Вот, в принципе. И все отличия. Будет оно идти бесконечно. Поэтому маленькая мотивация к игре. Туда же к недостаткам можно отметить, нет таблицы рекордов. То есть нету в онлайне ни с кем посоревноваться. Соревноваться, показать друзьям, что вот смотри, давай посоревнуемся. Сколько очков кто набрал. Это было бы интересно. Вот. Ну какой бы интерес получался бы здесь. К сожалению, этого нету. Поэтому ее нельзя пройти. Нельзя набить каких-то высоких очков. Нету на экранной клавиатуры. Это все понижает ее ценность. Хотя если бы эти вещи были бы, она была бы хорошей. Ее бы можно было порекомендовать для игры и прохождения. Потом. Стоит, наверное, выделить как недостаток недоработанность. То есть, что в это включается? Ну вот, нету разнообразия уровней. Нету разнообразия врагов. И, судя по всему, поскольку у врагов есть пушки. Эти враги должны стрелять по нашей машине. Но они этого не делают. Есть пушки, которые прицелены на нашу машину. Они изменяются в зависимости от положения самой машины. Видите, чуть-чуть отстала. И пушка повернулась их. Но при этом нет выстрела. Недоработаны. Думали, наверное, сделать, но так и не сделаны. Поэтому вот такой недостаточек. Кстати, ссылочка на эту игрушку, как всегда, внизу под описанием видео. Открываете, заходите и играете. Теперь перейду к достоинствам. Какие же у нее есть достоинства? Ну, вначале классика идет. Это то, что она бесплатна. Соответственно, вы... Не надо ничего за нее платить. И она без установки. Вы просто открыли ссылочку, запустили. Ничего устанавливать не надо. Ничего на почти любой системе открывается. Ее можно открыть на Android. Ее можно открыть на Windows. На Linux. И играть себе спокойно. Это удобно и клево. Не знаю, стоит ли выделять как мультиплатформенность. Но все-таки это флеш-игрушка. Может и стоит, как отдельный блок, что мультиплатформенность. Из-за того, что она в браузере и открывается на любой платформе, где открывается интернет. Единственная проблема на Android, допустим, о телефонах или планшетах. Нет уж клавиатуры физической. Поэтому печатать там будет проблематичней. Да и скорость печати будет все равно медленнее. Теперь к плюсам надо отнести стильность. Игрушка стильная. Вот визуальный стиль у нее хороший. Приятно посмотреть на это. Знаете, такой пиксель-арт. Еще и с закосом под мультфильмы 90-х. Под те же ниндзя-черепашки. Поэтому на нее приятно смотреть. В нее приятно играть. Отстреливая всех этих противников. Получаешь удовольствие от отстрела. То есть, несмотря на то, что нету прохождения кампании. Несмотря на то, что нету никакой таблицы рекордов. Но играть в нее приятно. И именно это и привлекает к ней. Также в плюсы отмечу настройку сложностей и статистику. Здесь есть хорошая статистика. Ну как хорошая? Нормальная. Она указывает скорость печати, количество ошибок, сколько сделано этих самых ошибок. Многие не имеют даже такой статистики. Поэтому все-таки стоит отметить плюс. Ну и в этот же плюс запихайте то, что есть тут три варианта сложности, которые требуют разного количества очков. Все-таки чуть-чуть можно попробовать другую сложность. Ну, на этом плюсы и минусы закончились. Как вам игрушка? Скажите, мне интересна обратная связь. Вот. И... До следующего эпизода. Только революция, только победа. Форребл. Плейбой. Атомный. И игрушка Nitro Type Racer. Продолжение следует...